Всемирный день без табака, отметили в Гродно. На железнодорожном вокзале состоялась антитабачная акция, где каждый мог получить бесплатную консультацию врачей, волеолога и психолога о способах бросить курить, поучаствовать в викторинах и блицопросе. От пагубной привычки в мире ежегодно умирает порядка 6 миллионов человек. В Беларуси курит почти 30% населения в возрасте от 16 лет и старше. От сигарет все чаще отказываются мужчины, а вот женщины напротив. Самое интересное, что курящих у нас женщин становится больше. В течение 10 лет их увеличилось в три раза. Но еще обращают внимание о том, что Республика Беларусь входит в десятку топ курящих стран. И поэтому информационная работа, конечно же, необходимо проводиться. И проводится она с различными слоями населениями. По статистике, лишь 7% жителей Земли, попробовав сигарету, в любой момент могут легко отказаться от нее. Пагубная привычка занимает второе место среди причин, которые приводят к развитию серьезных заболеваний. Во время акции на Гродненском жидовокзале пассажиры смогли получить индивидуальную консультацию, взять информационно-образовательные материалы по формированию здорового образа жизни. Мы сейчас проводим маленький опрос, и у людей спрашивают, курят они или нет. Большинство отвечают, что курят. При этом, когда мы спрашиваем, нужно ли как-то наказывать людей, которые курят, они говорят, нужно. И больше всего выбирают способы. Это как раз-таки уборка территории. Я так полагаю, что они сами прекрасно знают, что они бросают окурки везде. И в последующем это портит вид внешнего города, двора, в котором люди живут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова